Стартовала одна из крупнейших распродаж года «Черная пятница». В этом году она продлится до 28 ноября. Приобрести товар со скидками можно и в торговых центрах региона, и на онлайн-площадках. Но с сезоном распродаж активизировались и мошенники. Как любителям сэкономить, не лишиться своих кровных, об этом в репортаже Натальи Чекет. «Черная пятница» – масштабная распродажа по раскидок на товары и услуги. К ней готовятся не только магазины и покупатели, но и мошенники, которые пользуются желанием доверчивых граждан сэкономить. Схем у злоумышленников для дистанционного воровства денег крайне много, и они разнообразны. Одна из частых схем перед масштабной акцией – создание фишинговых сайтов. Они часто копируют популярные торговые интернет-площадки или создаются под известные бренды и магазины. У этих сайтов обычно нет системы сертификата безопасности, и поэтому такой зеленый замочек в адресной строке. И поэтому, когда вы заходите, будьте внимательны, смотрите на это наименование. Следующее. То, что дизайн этого сайта может быть устаревший, содержание этого сайта может содержать орфографические ошибки, и на этих сайтах вы не найдете ссылки на реальные компании, контактные данные. Часто мошенники маскируются под популярные бренды или активно рассылают письма-ловушки со ссылками для приобретения товаров по сниженным ценам. Кроме того, злоумышленники могут присылать приглашение, чтобы принять участие в тайной предварительной распродаже, где можно зарезервировать товар заранее. Специалисты рекомендуют в таких случаях проявить бдительность. Еще один популярный способ обмана – сетевой маркетинг. Человеку сообщают о розыгрыше призов, что он участвует в лотерее и выигрывает дорогую вещь. Однако, чтобы ее забрать, необходимо поделиться ссылкой на сайт с некоторым количеством людей. И люди, так называемые счастливчики, которые могут считать себя таковыми, начинают рассылать эти сообщения по социальным сетям своим товарищам. Это является как бы основным условием этого сетевого маркетинга, когда необходимо направить это сообщение к какому-то контрагенту либо выложить это в общедоступный чат. Так как люди склонны доверять своим друзьям, некоторые из них попадают и клюют на эти уловки. Дальше сценарии развития схемы могут быть разными. Например, человеку предложат оплатить доставку выигрыша, для чего выяснят данные карты и похитят средства. Также для получения приза могут предложить установить специальное приложение, которое внешне выглядит безобидно, но по факту может оказаться либо вирусным, либо просто платным и очень дорогим, о чем вы узнаете не сразу, а лишь когда средства с карты уже спишут. Чтобы обезопасить себя от неприятностей и финансовых потерь, следует руководствоваться простыми правилами. Расплачиваться в интернете с помощью специально заведенной для этого банковской платежной карты. Совершать покупки только с своих личных компьютеров или смартфонов. Это позволит избежать кражи ваших персональных данных. Третье. Это установить на ваше устройство специальные антивирусные программы, для того, чтобы не было кражи персональных данных. Специалисты рекомендуют, проявив бдительность и совершив несколько несложных действий, можно сберечь не только свои деньги, но и нервы.